добрый вечер друзья еду с работы домой около 8 часов вечера и вот начиная с двух часов ночи идет вот такой ливень и на душе хорошо вот и отвечаю я на вопрос о том там как бы два сразу что ли близких вопрос один говорит расскажите как вы покупали вот эту машину а другой как вообще люди покупают машину значит как люди покупают машину это очень-очень много разных способов и мыслей и направлений для оптимизации этого процесса и так далее то есть как бы новички которые только приехали у них там с денежкой совсем плохо значит они покупают одним образом те кто там с денежкой получит другим образом я знаю дядьку 1 он такой занятой а зарабатывает здорово он никогда не не покупает машину сам он звонит брокеру есть такие брокеры я никогда с ними дел не имел но они есть он звонит брокеру и говорит я хочу вот такую-то машину этот ему подгоняет ее к офису со всеми документами оформлены отдает ему документы вместе с ключами он садится и уезжает то есть вот такие люди тоже есть поэтому тут мы не будем сильно распространяться потому что не заданы параметры как бы более четкие а так всех способов мы конечно не переберем всех взглядов на жизнь теперь что касается вот этой конкретной машины дело в том что я по природе человек консервативный то есть я не люблю менять часто что-то ну и собственно я чё же я уже если б я жил там сейчас в россии никуда не уезжал я уже был бы почти пенсионного возраста вот уже там через год через полтора года уже бы на пенсии был в общем у меня наверное и положено быть консервативным немножко поэтому я не люблю часто менять машины есть люди я знаю вот они берут в лист и хватит там я сколько там 500 600 сколько там долларов в месяц и через год сдают берут другую через год сдают берут другую они постоянно ездят на абсолютно новой машине но сколько стоит столько стоит но во всяком случае вот им так нравится наоборот я люблю как-то вот так свою лошадку так как-то привыкаешь к ней а есть люди жен меняют каждый год знаете как а я вот уже 40 лет там вот с одной поэтому вот такой консервативный человек у меня была машина mercedes ml там с каким-то номером я ее купил в 2000 году они только-только появились и на них там очереди были 320 как такой в общем были на них очереди я как-то вот купил просто вот неделю или две уже не было очередей и я вот так зашел смотрю есть без очереди взял вот и и ушел и ездил на ней 10 лет и она мне очень нравилось ну как нравилось она американской сборки и было собрана не очень хорошо то есть там постоянно что-то с ней происходило по мелочи такое знаете не хочу перечислять проблем она очень хорошо держала дорогу вот дождь там снег там и еще чего вот видишь как вот по сухому асфальту то есть было что-то невероятное вот в этом смысле ощущения водителя вот ощущение безопасности невероятным не был но что обнаружилось что когда я был уже лет так восемь вдруг тут что-то произошло там что-то произошло и как чего произошло сразу три четыре тысячи то есть вот нет такого там за 200 долларов как-то зеркало разбил не помню при каких обстоятельствах я оставил машину на парковке возле кинотеатра и там какие-то хулиганы мне зеркало разбили такое разбитое зеркало стоило 1000 долларов заменить такие дела поэтому вот такая машина значит я понял что сейчас еще с ней что-то случится там еще будет три-четыре тысячи а по книжкам там я смотрю или там на веб-сайте на bluebook значит я смотрю что цена ей там вот может быть тысяч там семь-восемь если продать я думаю что если сейчас я еще похожу и чтоб потом следующий раз значит продать надо будет три-четыре заплатить это совсем смысла нет ну и поэтому значит я пошел ее сдал и тоже мне ее оценили не бог есть там тысяч пять недорого но как бы имела смысл действительно имела смысл и вот стал думать чего купить дальше за первая мысль у меня была это тоже такого же плана мерседесе взять но как вам сказать я посмотрел что есть на дилершипе и мне не понравилось то что вот та модель которая у меня стала больше размером и мне не хотелось больше тем более один я же громадный стал какие-то там еще были модели они меня тоже не понравились больше того внутри в салоне было такое ощущение что это та же самая машина что 10 лет назад покупал то есть еще десять лет проехать вот в том же интерьере мне как-то показалось обидным вот я понял что это не будет мерседес тогда мы пошли мы в принципе люди обеспечены хорошо зарабатываем там бизнес все дела но это не было вопроса может так прямо цены то есть скажем 240 тысяч там или 350 я за машину не стану платить просто мне кажется смысла нет но так был бюджет там 1000 ну там 40-50 ну так я вообще к машине отношусь не как к предмету роскоши а просто как к удобные штуки которые в жизни нужно чтобы там вовремя добираться надежно добираться и как бы некоторые такое еще удовольствие может быть получать но опять я не лихач я я не поеду на porsche чтобы там разгоняться или как то вот это мне не нужно я понимаю что меня штрафовать будут каждый месяц два раза поэтому это без этого без экстрима короче значит стали смотреть пересмотрели наверное 5 или 6 разных моделей мне модели марок автомобилей и на волю вы посмотрели и на все там еще было акуру к еще 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 и короче грустно было потому что что-то все было не то все было не то пока мы не пришли к вот этому значит дилершипу лексусовскому и получалась такая штука что за те деньги что стоила машина а стоила она ну что-нибудь сорок одну там тысячу может быть сорок одну тысячу на 100 и за эти деньги ничего половину такой машины купить было нельзя вот если сравнить с другими моделями вот на тот момент времени что-то уж такое совсем получалось с ними ну просто не было конкуренции не было сравнения то есть вы не было шансов купить другую машину просто при при моем понимании того для чего нужна машина там и тогда вот было всего три модификации то есть там не было такой знать как начинаешь фишки набирать вот это поставьте это поставьте это поставьте было всего 3 модификации 3 модификации и одна такая совсем бедненькая без ничего другая вот которая у меня и третья с такими наворотами что я как-то даже заудивлялся потому что я думаю надо быть большим каким-то ну я не знаю редким скажем так редким человеком чтобы этим всем воспользоваться то есть там не хочу даже описывать там какие-то фишки были продвинутые там со страшной силой вот и с акустическими там системами с музыкальными и с камерами которые там не помню 8 или 12 там камер которые по периметру автомобиля установлены смотрят вниз и навигационная система которые вот у меня тут сейчас вправо немножко да а там она прямо на стекле то есть она как-то проецирует изнутри автомобиля проецирует на стекло и можно не смотреть вот вправо прямо прямо и вот она будет ночью масса масса всякого чего я понял что мне удовольствие не доставит вот мы купили эту машину и надо сказать что я очень доволен это было четыре года назад наверное сколько я наехал вот сорок восемь тысяч миль я за это время накатал значит видит 12000 миль в год ну тысячи в месяц ну вот примерно вот такой у меня пробег я очень доволен она никогда не ломалась за эти четыре года не барахлил не вела себя плохо все так как бы удобно очень отличить ну вот сделано для людей это первое меня лексус уже здесь и я хочу сказать что я в восторге в полном и в общем как бы я не могу никому советовать или там рекомендовать поскольку машин много они все разные но как вот мое ощущение такое что я очень удачно приобрел этот автомобиль я я им очень доволен вот наверное все как покупают там есть знаете в покупке автомобилей а на эту тему кстати и написано много на форумах и видео есть там всевозможные и так далее но я сейчас как бы исхожу из того что значит я покупаю новый автомобиль есть разные теории вот там как-то как лучше деньги потратить что вот там это новый или он не новый или он допустим двухлетний и за это время там скажем качество почти практически все на месте а вот там цена резко упала еще туда вы его слышите очень много мнений и все это упирается и во вкусы индивидуальные и в различные критерии оптимизации там и так далее то есть моя философия такая что я покупаю новую машину я на ней езжу пока она ездит надежно а дальше там ну и потом другая будет вот и почему новую ну потому что там скажем у нее гарантии там лет на 5 она обслуживается в дилер шипах какие там лет 5 хотя на самом деле а последнее время перестал стоить неудобно стоить вот и под присмотром там все такое поэтому так вот я пришел к этому мнению меня в когда-то были машины не новые первые там парочку когда мы только приехали моя моя философия такая дальше что когда вы покупаете машину есть разные способы покупки то есть вы можете пойти на дилер шип допустим новая машина да вы можете пойти на дилер шип и вступить в разговоры там с этими людьми они будут вам трепать нервы ходить и предлагать и накручивать цену и так далее и в итоге то вы потратите полдня и до чего-то договорить если знаете что хотите вы можете сейчас купить в онлайне то есть вы можете сесть и начать по имейлу общаться с четырьмя с пятью дилер шипами вот этой марки модели да значит и вот где там ее продают и они вам будут предлагать цену а вы будете значит с питью сразу там общаться это мне вот так далее мне там дали и вы догоните до какой-то такой реально низкой цены вы можете вы можете пойти на дилер шип есть такие дилер шипы где не торгуются вот ты приходишь многие люди не любят торговаться значит вы приходите вот цена есть или берешь или не берешь все выясняется статистически что дилер шипы на которых не торгуются получают за машину больше то есть если вы как бы в состоянии торговаться и вам не противные времени на это не жалко и так далее то в целом среднестатистически вы потратите меньше денег ну там не не безумно меньше ну потому что на процент можно 2 не знаю на какую-то сумму меньше вот наверное и все но на самом деле когда дойдет до реальной ситуации с покупкой автомобиля вы будете в реальных обстоятельствах значит соображать как вам лучше это сделать я вот смотрю у нас нет некоторые ребята последнее время обращаются к дилеру у нас если вы поищите у нас был алекс такой я его показывал тот дилер юзаных машин использованных был и он просто берет заказ вымогать я хочу такую-то машину там за такие-то деньги вот так описывайте характеристики он начинает искать там в сети как дилер и эту машину вам пригоняют ну ему пригоняют на дилер шип то есть там и он берет это может стоить там 300 400 от цены машины зависит там до 500 долларов сверху но это это уже будет точно та модель и там и в том ценовом диапазоне и так далее я считаю что это имеет большой смысл финансовом плане да то есть конечно вы не можете сказать насколько хорошо эта машина будет там работать вообще когда вы берете в использованный автомобиль очень много неизвестного там за ним стоит но эти такие способы поэтому я так не хочу далеко углу идти в эту сторону но поскольку вопрос был так чего приходит на ум то и рассказываю честно ребята я пришел домой значит буду заходить домой через гараж чтобы не оказаться под водой сильно дата пока я дойду там до крылечка меня тут замочить так что я пошел